Горшеченская земля Защитить нашу Родину Сколько раз Ценой невероятно тяжелых испытаний Ценой полного разорения И разрушения родной Курский край Горшеченская земля Задерживали и изматывали Вражеские полчища Так случилось и в годы Великой Отечественной войны Сегодня мы предлагаем Всем вместе перелистать Летопись земли Горшеченской Страница первая Хранят страницы Горький след войны 22 июня 1941 года Война прервала мирный труд Горшеченцев Принесла неисчислимые беды и страдания О вторжении фашистской Германии Население Горшеченского района Узнало в полдень Сотни добровольцев К 15 часам уже находились На пунктах формирования Вечером 22 июня 1941 года В районном центре был проведен митинг На митинге присутствовали 500 человек Выступило 9 рабочих и колхозников Первым днем мобилизации Считалось 23 июня 1941 года Не было ни одного случая неявки Или запаздывания на сборный пункт На территории Горшеченского района Начали формироваться Отряд народного ополчения И истребительный батальон С каждым днем войны На фронт уходило все больше горшеченцев За годы войны более 11 тысяч наших земляков Ушли на фронт Чтобы сражаться с фашистскими захватчиками В колхозах не хватало мужчин Их места занимали женщины, старики и подростки Им приходилось строить оборонительные рубежи В июле 1941 года В поселке Горшечное силами колхозников Был построен аэродром Я помню метели и лютый мороз Что год 41 с несчастьем принес И помню, конечно, что было потом Не в этом году, а уж в 42-м Стояла жара над деревней моей И юнкерсы вились, как стая грачей Горели дома и дымился вокзал А дым с нефтебазы все небо заслал Семь месяцев долгих Все День ото дня Страдала под немцем Родная земля Страница вторая Когда в руинах был родимый край К концу июня 1942 года Линия фронта вплотную приблизилась к селам района 1 июля немецкие войска заняли райцентр Село Горшечное А затем оккупировали всю территорию района Тяжело пришлось горшеченцам в годы оккупации Немало испытаний легло на их плечи Немцы заставляли работать на себя детей и стариков За малейшее неподчинение Жестоко расправлялись с мирными жителями Горькую, ничем не восполнимую утрату Понесла родная земля В результате зверств фашистских палачей Насаждая новый порядок Фашисты за 7 месяцев Оккупации убили и замучили 390 жителей района 105 человек угнали на каторжные работы в Германию Сожгли и разрушили 1180 жилых домов 1210 производственных зданий Животноводческих и других помещений Отобрали у населения свыше 52 тысяч голов скота и птицы Общий ущерб, нанесенный народному хозяйству района Немецко-фашистскими захватчиками Составил более 96 миллионов рублей До военных ценах Из воспоминаний учительницы горшеченской школы Семеновой Валентины Федоровны В июле в село пришли немцы Наступило ужасное время Первый же день фашисты убили мою 13-летнюю дочь Юлю Нас выгнали из дома, не разрешив взять с собой ни продуктов, ни одежды В селе шли повальные грабежи Брали вещи, скот, птицу Пьяные солдаты ходили по дворам и стреляли кур, гусей, уток Часто гитлеровцы сгоняли жителей на площадь, где вешали наших односельчан Потом началась охота за молодежью Их собирали из разных сел и под конвоем гнали на станцию Горшечная Там грузили, словно скот, в товарные вагоны и отправляли в Германию Не только взрослые горшеченцы вносили свой вклад в дело борьбы с врагом В селе Среднедорожное за помощь красноармейцам немцами были убиты юные пионеры Шура Золотухина и Николай Картамышев При оккупации села они помогали нашим солдатам, которые вступили в бой с немцами Подносили им патроны Вместе с юными пионерами были расстреляны 15 беженцев, в том числе грудной ребенок Во время оккупации района немецко-фашистскими захватчиками в июне 1942 года Развернулось партизанское и подпольное движение Руководителями подпольных групп были Яков Андреевич Колтаков и Антон Дмитриевич Казаков Члены подполья в каждом селе выявляли предателей Составляли их списки, наказывали за измену Партизаны помогали военнопленным, вызволяя их из лагерей Членами партизанского отряда Казакова была уничтожена немецкая охрана в Старом Асколе на аэродроме В результате было освобождено 2000 человек военнопленных В ответ на успешные действия партизан, каратели издали указ о смертной казни за укрытие партизан Эти строгие угрозы не были пустыми предупреждениями, они исполнялись фашистами Жительница села Мокрец Агриппина Александровна Воротынцева была расстреляна Пелагея Розинкина из Старомеловое дважды побывала в руках полицаев Связного Кузьму Антоновича Репрынцева привязали к саням и пустили лошадь вдоль села В Боровском сельсовете палачи расстреляли 51 человека и двух повесили Среди них был и Яков Колтаков 28 декабря 1942 года, спасаясь от полицаев, в Старомеловом был застрелен Антон Казаков Староста Дмитрий Труфанов и хозяйка дома Татьяна Воропаева оказались в застенках гестапо Боролись с захватчиками отдельные жители района Жительница деревни Отрада Анастасия Белых, в хате которой остановились фашисты Ночью тайно спрятала их оружие и сообщила об этом советским разведчикам Немцы были захвачены Анастасия Белых за свой подвиг была награждена Орденом Красной Звезды И лишь в 43-м, в конце января, вновь стала советскую наша земля Враги не хотели ее отдавать, здесь с боем бралась у них каждая пять Страница третья, есть даты в снежном феврале В конце января, начале февраля 1943 года, в результате успешно проведенной нашими войсками Воронежско-Касторинской операции, Горшеченский район был освобожден от немецких войск Не было на Горшеченской земле селений, где не шли бои, где бы не стоял до последнего патрона, до последнего дыхания советский солдат Фашистов держали в котле две недели Они в нем чуть с голоду не окалели Открыли им наши потом коридор, чтоб всех перебить за деревней в упор Одиннадцать вражьих дивизий разбили И странно, что ныне об этом забыли Здесь славно и в прошлом творились дела Но слава деревню мою обошла Горшечная – это для нас Сталинград Здесь есть, как и там, неизвестный солдат И мне, как свидетелю, чуточку жаль, что ей не присвоили даже медаль В боях за освобождение Горшеченского района принимали участие Сводная курсантская 129-я стрелковая бригада 25-я стрелковая дивизия 29-й противотанковый истребительный батальон 107-я, 298-я, 303-я стрелковые дивизии Горшечная – села района несколько раз переходили из рук в руки В числе первых в феврале 1943 года С группой разведчиков ворвался в родное село наш земляк Тихон Михайлович Марков Завязался неравный бой с немцами Лейтенант храбро сражался, потеснив противника к средней школе Ему было всего 23 года Его фронтовой путь был долгим и трудным Тихон Михайлович имел много боевых наград Орден Красной Звезды, Медаль за отвагу и другие Тяжелые бои были и в районе станции Роговое Где немцы пытались прорваться из окружения Срывая зло на мирных жителях Они забрасывали гранатами погреба Где те прятались от обстрелов Семью Зиновьевых и 13 беженцев Они загнали в дом и заживо сожгли Когда наши солдаты с колокольни храма Начали обстреливать немцев Все согнали местных жителей Использовали их в качестве живого щита В этом бою погибло 96 человек Более 4 тысяч советских солдат и офицеров Погибли при освобождении нашего района За подвиги на Горшеченской земле Звание Героя Советского Союза Удостоенный санинструктор Зинаида Тусналобова И танкист Петр Монаков Командир 73-го гвардейского стрелкового полка Николай Григорьевич Штыков Так описывает сражение за Горшечное В своей книге «Полк принимает бой» Горшечное горело со всех сторон Рушились дома, заваливая улицы Но и в этом аду наши бойцы и командиры Бесстрашно сражались за каждую пять родной земли Отходя лишь в самых крайних случаях В окрестностях Горшечного еще шли бои Некоторые наши подразделения преследовали Разрозненные группы отходящего противника А в освобожденном поселке уже появились первые его жители Старики и женщины с детьми выбирались откуда-то из подвалов Шли из ближнего леса, из оврагов Таща на себе свой немудреный скарб Худые, изможденные, одетые, несмотря на морозы, ветки и лохмоть Эти люди со слезами радости на глазах Бросались навстречу нашим бойцам и командирам Обнимали, целовали, плакали Вспоминая все то, что пришлось им пережить за время фашистской оккупации А мы снова пошли на запад Впереди нас ждала Украина, стонущая от фашистского рабства Хроника освобождения сел района Село Новомеловое Рано утром 24 января 1943 года Разгорелся ожесточенный бой Особенно отличилась в боях за село Рота под командованием лейтенанта Петрова И рота старшего лейтенанта Абдулова При освобождении села погибло более 100 советских воинов Село Березово, деревни Колодесь, Петровка Были освобождены 78-м гвардейским полком Под командованием Белютина Кондратия Васильевича Полк выбил немцев из села Березово В дальнейшем овладел селами Нижнее Гнилое и Богородицкое С последующим продвижением на Горшечное В братской могиле села Березово было захоронено 149 воинов Красной Армии Погибших в 1943 году В ходе боев за село Сосновка погибло 19 советских воинов Село Болото В ночь на 25 января 1943 года Все немцы ушли из села Оставив только заслон Полностью село освободили 28 января Во время бомбежек погибло 12 жителей и 19 воинов Село Ясинки В последних числах января 1943 года Первым среди советских воинов в селе появилась группа пулеметчиков Советских солдат было немного Но им удалось уничтожить немало фашистов 3 февраля село было освобождено Подоспевшими частями советской армии Село удобное 1 февраля 1943 года Со стороны Кулевки и Ясенков Кряпалова и Орловки двинулись колонны немцев Вырвавшихся из окружения Но тут подоспели наступающие советские части В том страшном бою погибло 75 бойцов и командиров Село было освобождено 3 февраля Село Быково 27 января было освобождено в результате наступления советских войск Сразу в двух направлениях Со стороны Горшечного и Косторного Село Старое Роговое Через село Старое Роговое Отступающие фашистские части двигались вдоль железнодорожного полотна В сторону Старого Оскола Схватка была жестокая Село было освобождено 5 февраля 1943 года Село Знаменка 5 февраля село было освобождено Ожесточенные бои развернулись в районе деревни Каменка Затем в направлении села Никольское В братской могиле села Знаменка захоронены 141 человек Погибшие при освобождении села Село Бараново Утром 5 февраля 81-й стрелковый полк атаковал противника И захватил 1200 пленных За двое суток напряженных боев в районе Герасимова и Бараново Было уничтожено до 2000 солдат и офицеров противника Село Солдатское Село было освобождено 5 февраля 1943 года Но цена была велика Почти 50 советских солдат погибло здесь Их тела похоронили в братской могиле Село Средние Апочки 28 января 1943 года части 40-й армии вошли в село Упорные бои продолжались до 7 февраля В ходе боев в районе села Средние Апочки Погибло более 100 наших воинов Днем освобождения Горшечного считается 5 февраля 1943 года В ходе ожесточенных боев Горшечная неоднократно переходила из рук в руки Упорные бои проходили у железнодорожной станции, совхоза Каучук, в районе Средней школы и Свято-Никольского храма 7 февраля 1943 года Горшеченский район был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков В Горшеченском районе фашисты разгромили среднюю школу, две больницы, 10 фельдшерских пунктов, 34 здания начальных и 7 зданий семилетних школ, 5 изб читален Весомый вклад внесли горшеченцы в подготовку к Курской битве На строительстве железнодорожной линии Старый Оскол Ржава, которая сыграла важную роль для снабжения наших войск на Курской дуге Часто под бомбежками самоотверженно трудились 1250 горшеченцев Из нового урожая 1943 года армии было передано свыше 120 тысяч пудов зерна, 12 тысяч пудов других продуктов Население собрало и передало в фонд обороны значительное количество средств на строительство танковой колонны и авиаэскадрильи «Курский колхозник» Зима 1943 года Продержись чуть-чуть Ну а там, наверное, можно и вздохнуть Чтоб ударом выжданным по морозным дням Гнать врагов по выжданным вымершим полям Февраль 1943 года Много лет назад Обелиски стрелами у дорог стоят И гвоздики алые, как огни в ночи Вспомним под горшечным бой Вспомним, помолчим Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok